Друзья, всем привет! Мы продолжаем наш большой экскурс по ножевым производствам Нижегородской области. Сегодня мы в городе Павлова. Вы, наверное, помните наш достаточно старый ролик, где мы снимали некоторых мастеров из этого города. Если нет, то обязательно посмотрите. Если не забуду, где-то ссылка сейчас здесь появится в углу экрана. Мы сегодня снова сюда приехали. И приехали мы к мастеру, к которому я на самом деле... Ну, мы периодически к нему приезжаем в гости, но я хотел снять про него большой проект уже несколько лет. Не знаю, два, может быть, три года. Но как-то вот он у нас постоянно появляется в кадре. Но чтобы отдельный ролик посвятить полностью этой мастерской, такого пока не было. Сегодня это будет. И это мастер Леонид Васильев. Великолепный кузнец, великолепные ламинаты и очень-очень интересные и качественные ножи. Сегодня окунемся мы с вами в ковку от Леонида Васильева. Погнали! Это то, что осталось от художественной ковки. Это то, что осталось 8 марта, да? Завод банкротился, и мы его тут приобрели. Смотрите, вообще класс. Работает один человек, универсал, профессионал, все его делает. Куем, стучим. Я по ночам себе прихожу, попробую в черте города это сделать. Ну да, загрызут. Народ, собственно, Леонид Васильев. Вы все его прекрасно знаете. Мы постоянно Леонид снимаем на клинках и так далее. Уже года два, наверное, я хочу приехать к Леоне, поснимать вот большое кино про него. Наконец-то мы добрались. Да, я очень рад вас увидеть. Наконец-то вы доехали. Погода, конечно, сегодня. Три года мы хотели, да? Ну, два точно. Два точно. Леонид, на самом деле, я тебя постоянно называю там лучший кузнец и так далее. Тебе это не очень нравится. А я тебя продолжаю подкалывать по этому поводу. Да. Но шутки шутками. Я на самом деле считаю, что кузница Леонида Васильева, это... Ну, это круто, правда. То, что делает Леонид, на самом деле, это бомбические вещи. Мы сегодня вам покажем, как это все происходит. Поговорим про какие-то ножи. Поговорим, в принципе, с Леонидом о нем, о кузнице, о мастерской. Ну, пойдемте, Леонид. Давай начнем, наверное, с производства. Ну, любое ножевое производство, уважающее себя, начинается с кузницы. Изначально мы были кузнечным производством, делали металл для ножей. Потом мы стали уже развиваться, стали шлифовать клинки, закаливать. Потом пришли к выводу, что надо делать, производить ножи. Делаем ножи, отличаемые от всех. Они узнаваемы. Узнаваемы своими рукоятями, своими клинками. С вами мукумы делаем. Первое помещение, с которого все начинается, это заготовка металла, ковка металла. А началось все отсюда? Изначально кузница здесь была? Изначально, да. Я сюда пришел в 2008 году, арендовал первое помещение. Через год я арендовал два помещения здесь. Ну, а потом, через несколько лет я все выкопил. Мы здесь поставили две подстанции. Здесь огромной мощности. У меня две ТП-шки своих. То есть, ты не зависим особо ни от кого? Ни от кого не зависим. Чуть расширили здесь. Строим еще здание новое. В этом году, я надеюсь, что мы его запустим. У нас там будут раздевалки, душевые. Сделаем столовую новую, офисные помещения. Филиал династии откроете, да? Хотелось бы. Я сейчас про династию не про кузницу, а про, в общем, ресторан здесь, Павлова, хороший. Да, в который мы, надеюсь, в обед попадем. По обедам, собственно. Изначально, когда мы начинали заниматься кузнечным делом, я ковал топоры, ковал дамаски стали, мозаичные дамаски, ламинаты. Но потом пришли к выводу, что один кузнец не может делать много операций. Один кузнец отвечает за топоры, другой за якутские ножи. Третий отвечает за мозаичный дамаск. И так стало лучше, потому что кузнецы у нас все профессионалы. Они могут делать, в принципе, заменить, если что-то, не дай бог, случится, кто-то заболеет. Но по итогу пришли то, что будем делать каждую свою операцию. Так, это у нас первая, да, условно, кузница? Да, это первая кузница у нас. А здесь мы куем дамаск. Это мозаичный дамаск, торцевой дамаск. Обкладки для углеродистых ламинатов. Здесь ковка происходит на коксе, литейный кокс. Есть также газовый горн и два молота. Это основной молот и запасной молот. Если у нас, не дай бог, что-то сломается, у нас все станки, все молота не продублированы. Плоскошлифовальные два станка. Гриндеров там тоже бесконечное количество. Свои муфельные печки тоже, их там, наверное, две запасных к основным печам. Если у нас нет электричества в одной подстанции, то у нас есть запасная подстанция. Мы можем в любой момент переключиться. Ребят, напомню, вот именно в этой кузнице мы снимали кривые спуски. Помните, да, вторую серию кривых спусков. Вот здесь у нас Вася, Андрей, на этом молоте пытались на что-то ковать. Да, ну, потом уже перешли на механический молот, конечно. Это первое помещение, которое я арендовал, куда я пришел в 2008 году. Вот это был вот один вот этот гараж, как все, да? Да, с этого все начиналось. Вообще, я в кузницу попал в 16 лет. Мне было 16 лет, я выучился на сварщика. Попал в кузницу художественной ковки. И настолько мне понравилось работать с металлом. Я увидел, как кузнецы работают, и понял, что сварка, как бы, мне уже стало неинтересно. Польсакованно. Да, вообще классно. Вообще интересная работа. Я понял, что я нашел ту работу, при которой не буду работать. Я каждый день прихожу в кузницу, и я получаю удовольствие от того, что мы можем что-то новое создать. И то, что я здесь не завишь ни от кого, это самая классная работа. Самая классная, да. Я, на самом деле, хочу отдельно отметить то, что Леня, в отличие от многих руководителей ножевых, мастерских и так далее, он работает сам, он сам кует, да, ты до сих пор же постоянно все равно так понимаешь. Смысл вообще моей работы, то, что мы, например, как в ресторане, вот мы упомянули... Ты же полос. Да. Там получается куча поваров. Кто-то нарезал салат, кто-то покрошил это, кто-то поджарил мясо, а я в конце туда посыпал, то есть мы ламинат собираем, все равно в конце, в итоге, он проходит через мои руки. То есть я его обязательно проковываю сам, чтобы все было ровно, чтобы все было четко, чтобы все линии были симметричны с обеих сторон. Ну и также с ножами я каждый нож сам затачиваю на алмазах. То есть ни один нож с нашего производства не выходит без моей заточки. Я никому не доверяю, никому не даю, и я сам это все делаю. Ну, то есть твои слезы на каждом клинке присутствуют, да. Моя кровь очень часто. Кровь и слезы, да. Здесь сейчас в этой кузнице что куется? У тебя же разные кузницы, разные задачи? Да, сейчас у нас основная задача – это подготовка к кустике клинок. Мы сейчас заготавливаем мозаичный дамаск. Вот он так вот выглядит. Это вот такие упаковочки. Здесь, ну, вот эта заготовка отдадим сейчас на плоско-шлифовальный станок. Ради интереса отшлифуем, окунем в кислоту. Я покажу здесь мозаика, одна из видов мозаики. А ты же, я может быть ошибаюсь, но у тебя же основная фишка, что ты делаешь ламинаты. Ты мозаику как-то… Нет, на самом деле наша кузница, мы самые крупные производители, я не боюсь этого слова. Мы самые крупные в Нижегородской области по количеству производимого металла. Мы производим мозаичный дамаск, торцевой дамаск, ламинаты делаем углеродистые, нержавеющие. Производители мукумэ. Дамаскосов. Дамаскос мы еще пока не делаем, но я уже как бы к этому близок, что сейчас появится свободное время, пройдут все эти выставки, на столько лет станет меньше работы. Мы ножей производим около 100 штук в месяц, 80, 82, 85 ножей, но 5 кузнецов вместе со мной. Мы день и ночь работаем, то есть, представляешь, какое количество металла мы производим, а делаем всего лишь столько ножей. То есть, этот металл куда-то уходит, по топорам очень много металла уходит, потому что мы, многие, наверное, обо мне не знают, как что мы являемся производителем топоров. Ты, наверное, и не знал, да, то, что мы делаем топоры? Ну, я об этом вчера, по-моему, узнал, что ты топоры тоже делаешь, да. Мы делаем топоры, но топоры мы делаем правильные. Есть все каталоги у нас топоров, которые делали до революционного времени, вот здесь, в Павлове. И, чтобы не изобретать велосипед, мы производим топоры удобные, правильные, плотничные. Те топоры, которыми люди работали, зарабатывали деньги, плотники. Сейчас топор стал инструментом таким щепу наколоть, да, там, на шлыке. А раньше люди работали топорами, избы рубили, бани строили. То есть, вот. Мы это делаем, и это отдушина, когда ты прикасаешь, например, какой-то топор находишь интересный, с раскопок, или к нам привозят, мы точно такой же делаем топор. Мы снимаем размеры, этот угол, пробуем топором рубить. Но здесь есть пилорама. Раньше Александр Макарович Радул, это очень известный человек по топорам, автор трех книг, трех изданий книг. Он сюда приезжал к нам, привозил нам топоры, и мы ходили рубить, тестировали топоры. Балансировку, развеску топора. Есть в Рязани музей деревянного зоотчества. Я, когда приехал в этот музей, там стенд есть с топорами, где есть топор плотничный, 18 века, и топор с моим климом там находится. То есть, они его сочли, что это... Наиболее близок, да? Да, что это оригинал. Нет, они не то что близок, они думали, что это оригинальный топор, потому что мы делали все топоры именно в точных размерах, с углом лопасти, 10 градусов, как все положено, так и сделали. То есть, каким образом он туда попал, я еще точно не выяснил. Субтитры сделал DimaTorzok Лёнь, ну ты же... Понятно, что ты делаешь много на сторону, и я так понимаю, что много мастерских с тобой работают по твоему металлу, по клинкам, там, Чебурков, Бирюков, Ульданов, ну, даже здесь, в Павлово, допустим. Да, конечно, мы очень много делаем. Все крупные, уважающиеся, наверное, производители все равно заказывают у нас металл, потому что мы делаем эксклюзивные ламинаты, и это ламинаты с порошковыми сталями, и в обкладах которой нержавеющий Дамаск, который по своему внешнему виду не уступает дымастилам. Но ты же, кстати, относительно недавно с Нерждамаском стал работать, да, год, наверное? Нет, наверное, побольше. Третий год мы производим нерждамаск. Да, у нас своя определенная технология, отличаемая от остальных. Мы делали для товарища Завьялова интересный Дамаск, нерждамаск М390 и М390-8. То есть это для самых крутых шеф-ножей, которые там наборы были. Вот мы делали такую интересную позицию. То есть первый раз, конечно, было страшно все это делать. Представляешь, такие металлы, да? Дорога, да. Дорогостоящие все это вошатать. Ну, сейчас научились. Слава богу, все это получается без брака, уже отлажены технологии. Но вот эта вот часть нашего производства я не хотелось бы показывать никому. Да, она останется секретной. То есть в некоторые помещения мы не будем заходить. А сейчас покажу то место, где мы производим якутские ножи, якутские клинки. Как я и говорил, каждый кузняц отвечает за определенную операцию. Здесь работает Дмитрий. Дмитрий это кузнец, который имеет стаж работы 30 лет. Он занимается кузнечным делом. Он делает такие великолепные якутские ножи. Кстати, якуты, когда я на первых выставках клинок стал ездить, я сюда попросил якуту, чтобы приезжать. Сюда приезжали Саша, Данилов. Это самые известные якутские кузнецы здесь были. Учили и показывали, как ковать долы. Как все это правильно делать. То есть самые лучшие якутские кузнецы были вот здесь. Я их с клинка привозил к нам в кузницу. Они жили здесь, а мы ковали. Учили сделать якуты. Кстати, обратите внимание, мы были в первом помещении. Там горн одной формы. Здесь горн другой формы. Все это... А почему? Обусловлено. Там мы куем большие пакеты. Заготовки большие. Размер пакетов там достигает 20 килограммов. Здесь у нас маленькие клиночки. Закрытая печь. Якутские клинки, они небольшого размера. И вот этот горн более удобен для того, чтобы нам не жечь огромное количество кокса, как там. То есть там вот, ну, ведрами туда. А здесь два совка и вот горн. Также есть электрический горн. Он нужен для того, чтобы попасть в точность температуры. Температуры, то есть кузнечный коридор ковки. Здесь заготовки с медью. Я потом покажу в дальнейшем готовые клинки. Здесь в обкладках нержавеющий дамаск и медь. То есть получается центр из S90V. Потом идет несколько слоев мукуме и нержавеющий дамаск. То есть это вот, который ты показывал, да, клинок? Ну, чуть-чуть другое. И поэтому здесь надо точно выставлять температуру, например, 1050 градусов, потому что температура плавления 1080 градусов. Нам надо попасть в ту температуру, ни больше, ни меньше. Если у нас температура будет меньше, то будет случиться брак, это расслоение. А если будет больше, то медь потечет. И мы используем несколько горнов электрических. А почему нельзя использовать только электрические горны? Почему вот вы используете, там на коксе тоже делается? Ну, кокс – это интересная штука. В плане того, что при ковке металлов, металл дополнительно свечается углеродом. И многим кузнецам нравится ковать. И даже я сам очень люблю ковать на коксе. Что такое кокс? Кокс – это очищенный уголь. То есть, то топливо, в котором содержание вредных примесей минимальное. Температуру дает гораздо выше, чем уголь. Нет ни дыма, ни горя. То есть, горение происходит без дыма. То есть, если бы мы ковали сейчас на угле, то был бы черный дым, едкий запах. Здесь такого нет. Высокая температура и содержание вредных примесей. То есть, такие как серый фосфор, здесь минимальные. Потому что при ковке происходит дополнительное насыщение. Металл может получить вредные примеси от серого фосфора. Но также большой плюс кокса – то, что он дополнительно углеродит заготовки. Ну, это вот основная причина, почему кокс, да? Потому что электрическая печь у тебя этого не сделает. Да. Электрическая печь – это выжигание углерода. То есть, каждый нагрев – это выгорает углерод. Топоры мы куем только на коксе. И электричество хотели перейти, но поняли, что нам это не надо. Кокс дает больше жара, дольше горит, чем обычный уголь. Конечно. А почему его на мангалах не используют? Мясо жарить-то? Ну, мы можем пожарить без проблем. Без проблем, да? Это небольшие вальсы, потому что они бывают гораздо больше. Размеры здесь… Давай прямо на пальцах. Для чего они? Что происходит? Мы берем заготовку. Допустим, сейчас N690 пришло. Размер, толщина 5 мм. Оно нам не надо. Ковать мы тоже его не хотим. Мы выставили расстояние между волками и с 5 мм превратили его в 4 мм или в 3 мм. Просто от давления? Да. Вы греете перед этим? Обязательно. То есть вот электрическая печь нагрели, прогнали необходимую нам толщину. И дальше потом используется в наших ножах, либо там приковки каких-то для нержавеющего дамаска, либо для ламината. И прям идеальный размер, да, получается? Или все равно там где-то пляшут? Ну, конечно, потом на плоскошлиф уже есть идеальный размер. Какие-то мы допуски делаем, припуски. А потом на плоскошлиф мы доводим до необходимого размера. Супер. А здесь гриндер для чего? Ну, гриндер необходим для, например, у нас заготовка после горна, она бросает окалины, да. Мы ее почистили, убрали, посмотрели. То же самое рисунок, кузнец может ее почистить, окунуть в кислоту, посмотреть, как у него получается дамаск, как выходят слои. То есть это просто проверить? Конечно. Ну, и все равно какой-то инструмент, зубило подточить, либо чтобы подправить, даже элементарно кувалду, вот, ручной труд никто не отменял, чуть подправить ее, поверхность, ну, можно на гриндере. Опять же, молот стоит, у нас их 4 молота, 80-ка, то есть вы пришли к выводу, что это нам размер самый удобный, большие заготовки мы не куем. Если что-то надо большое, у нас есть прокатный стан, где мы болванки катаем, там, например, 10-килограммовую болванку, там, 16-килограммовую, мы можем раскатать любой размер ее. У Лени есть отдельный цех под Ниждамасск, и вот это, как бы, секретная лаборатория в Мастерской, Леониду Васильеву. Ну, тут не то, что секретная лаборатория. Нет, некоторые способы ковки, некоторые приемы ковки отличаются от остальных кузнецов, они разработаны нами, под наши нужные, и аналогов таких нету, то есть никто так не делает. Ну, мы издалека покажем немножечко. Ну, возможно. Вырос, что оно есть, короче, да. Дальше у нас это кузница, в которой мы производим топоры. Это то, что осталось от художественной ковки. Это то, что осталось 8 марта, да? Наши розы никогда не увянет, да? Нет, на самом деле, изначально, изначально я начинал с художественной ковки. Вот такие вещи производили. Это, например, штопор, из одного сделан из куска металла, без сварки. Крылья, глаза, это вот был кусочек 16-го квадрата. Он рассечен, рассечен зубилом, раскован. Это то, чем я занимался изначально. Сейчас вы художкой вообще не занимаетесь? Слушай, мы иногда занимаемся, нас просили сделать крест. Мы делали крест перед городом Павлова, перед нашим родным. То есть такая работа была серьезная. Это крест 7 метров высотой, 2,5 тонны весом. Мы сделали его для города и оставили его в память о нас, о нашей кузнице. Ну и все равно вы приехали, вам показалось, что вот я делал. Ну, приеду уже. Прикольно, да. Здесь опять на коксе у тебя, да, ковка происходит, печь уже более больших размеров? Да, здесь мы делаем топоры. А еще раз, размер печи, он под упаковки, которые вы делаете? Да, под определенные цели. То есть маленькую упаковку нет смысла пихать в большую печь, долго греть, много кокса расходуется? Иногда газовую печь мы используем для небольших заготовок. Здесь ковка топоров происходит. Вот 70-й кругляк мы отпиливаем кусок от него. Формируем квадратик, потом прямоугольник. Прошиваем отверстия разными калибрами. Начинаем с малого калибра. То есть это размечается отверстие с двух сторон. И постепенно мы его расширяем до необходимого размера. Все топоры цельнокованые. Здесь тоже стоит молот 80-й. Оснастка, да, различная? Различная оснастка кузнечная, которая необходима для производства нашего, для кузнечного. После того, как мы заготовили металл, это ламинаты, дамаски и различные топоры. Все это поступает у нас в цех, где происходит вырезка и плоскошлев стоит тоже. И в дальнейшем у нас все это уйдет в термичку. Самое классное то, что мы находимся на отшибе города. Это самый крайний адрес. Тебя никто не трогает, да? Тебя никто не трогает. Здесь что хочешь можно делать. Мы здесь куем, стучим. Я по ночам сюда прихожу, попробую в черте город это сделай. Ну да, загрызут. А здесь нет никого. Здесь природа. Мы вроде в городе, в то же время не в городе. Здесь внизу озеро даже есть с рыбой. На рыбалку? На рыбалку, конечно, не ходил. Но в дальнейшем, конечно, хотелось бы. Удобно. Ну, пойдем дальше тогда. После всех манипуляций кузнечник, то есть мы отковали дамаск. Допустим, да, там ламинаты. У нас есть заготовки. Дальше у нас идет плоскошлиф. То есть у нас поступает все это в цех, где стоят плоскошлифовальные станки. Это основной станок. И запасной. Ага, то есть он так же стоит на приколе, он дублирует на всякий случай. Да, на всякий случай. Ну, при необходимости мы можем додействовать в два станка. То есть таким чудесным образом, что у нас будет очень много заказов, мы можем на двух станках работать. А расскажи подороне про плоскошлиф. Я же так понимаю, что они есть очень разные. Какой-то дает хорошую точность, какой-то дает погрешность, чисто поверхности. То есть где-то там сатинчик какой-то можно оставить. А где-то там наоборот, он почти там, ну не в зеркало, но как-то полируется. Ну, для наших целей вот эти станки достаточно. Потому что мы не производим ни складных ножей, где требуется высокая точность. Мы делаем фиксы. Там погрешность десятки. То есть там, например, мы на сайте даем, там плюс-минус одну десятку, да. То есть там не нужна такая точность и такая поверхность. Нам надо максимально быстро, максимально быстро, вот, например, снять вот здесь 8 миллиметров, нам надо превратить 4. В общем, здесь именно плоскошлив. А опять же, для чего гриндер? Для каких-то мелких задач? Зачистка. То есть заготовка поступила в этот цех. Здесь есть заусенец, который на плиту, магнитная плита. Ровно мы ее... А, не дает ровно... Да, мы заусенцы сняли и ровненько на плиту положили. И уже, как бы, обе стороны мы зачистили равномерно. Вообще, очень сложная работа с ламинатами, очень сложная. После того, как мы сделали ламинат, у нас центр, обкладка из двух сторон одинаковая. Иногда, может быть, они не одинаковые. Мы производим шлифовку. То есть шлифуем в баночку с кислотой, окунаем, смотрим равномерность обкладок. Потому что, с одной стороны, может быть, на одну десятку больше, меньше. И мы делаем равномерное, чтобы обкладки были равны со всех сторон. Но, я так понимаю, что при слесарке, когда ты ставишь шлинов, все равно где-то, может, с одной стороны, там, рисунок уйти сюда, с другой сюда. Да. То есть это совокупность. Вообще, совокупность это ковка. Надо ровно сковать. То есть ты и с одной стороны проковал, перевернул с другой стороны. Потом на плоскошлифе пройти ровно. И также шлифовщик должен быть не рукожопой, а равномерно шлифовать с двух сторон. Но человеческий фактор никто не отменял. Шлифовщик можно где-то чуть-чуть больше. Он, не знаю, в плохом настроении пришел, там, или там, выходные у него бурно прошли. Он может где-то что-то запороть. То есть к этому, от этого никуда не уйдешь. Это ручный труд. Ну, это наши шаблоны, наши модельки, которые мы вырезаем. Какие-то мы вырезаем вручную. Чем обусловлено то, что мы вырезаем вручную? Металл у нас не листовой. Мы получаем заготовку уже кованую в размер. В размер, примерный размер. И примерную форму задаем. Поэтому на лазере, вот, смотри, видишь, заготовка практически. То есть мы чуть-чуть подрезаем, подравниваем. А режете на чем? Мы режем вот на этом станке. Вот на станке, да? Да. То, чем мы занимаемся, это искусство. Чтобы заработать денег, я бы покупал листы бы с Европы. Резал бы миллионы заготовок, делал бы простые ножи бы. И разбогател бы. А каждый нож – это работа, кропотливый труд. Это вот такой финиш после глазкошлифа, да? Да. В общем, для тебя это именно… Ты как художник, да, получается, в первую очередь? Это интересный труд. Это создание каждого ножа. Это целая история. Отковки, подбору материалов, травления, проявления рисунка. Видишь, вот такая мозаика интересная. Класс. Это я к тому, что кроме ламинатов мы делаем еще очень много видов дамаска, которые очень часто… И люди не видят, что это мы, производители. Ты можешь ходить по выставке, смотреть ножи, говорят, классные ножи, классные мозаики. А на стенде у меня их даже и не будет. Я вот, кстати, не знал, что ты мозаику делаешь. Ламинаты, да. То есть я твои ламинаты научился уже определять. Я вижу, где там твой ламинат на клинке, это понятно. А про мозаику я вообще не знал, что ты мозаику делаешь. Мозаик тоже очень много. В общем, вон там двери, откуда раздается музыка. А вот там как раз секретный цех по неже дамаску. Что-то еще ты хочешь сказать про это? Нет, нет, мы все сказали. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. После того, как мы вырезали на плоскошлифе, прошли заготовки, то есть наши клинки будущие, они поступают в термичку. Термичка – это 90% успеха в ноже. 100%, конечно. Потому что можно сделать все идеально, сковать, ручку сделать красиво, заточить. Но термичка – это самое главное. Когда я стал заниматься термичкой, я понял, что это целая наука. Это отдельная наука. И оборудование там тоже надо серьезное, печь серьезная. У нас печь одна, высокотемпературная, которая достигает температур 1650 градусов. Она очень дорогостоящая, но дает великолепнейший результат по термообработке. А ты давно термичкой занимаешься? Да. Наверное, с того момента, как я начала делать ножи, вернее клинки, это 5 лет. 5 лет – это реально наука интересная. Ну да, на самом деле я вот хочу тоже поговорить такой важный момент. Периодически там в комментариях люди пишут, типа, ой, что вы там клинки слесарите, собираете ручки, да? Ну, когда мы там про мастерскую снимаем ролики. Вот вы должны там сами термичить, должны там сами расковывать и так далее. Да нет, не должны. Каждый должен заниматься своим делом. Есть профессионалы в этом. Вот, допустим, Леня, да, он профессиональный кузнец. Он этим занимается очень много времени. Поэтому, если мне нужно что-то будет сковать, конечно, я буду обращаться к профессионалу. Затермичить? Конечно, я буду обращаться к специалисту, там, допустим, к тому же Сергею Бурову, который сейчас нам термичит. Это человек, который всю жизнь этим занимается, он профессионал. Зачем мне самому сюда лезть, когда есть специалисты в этой области? Вот и все. С точки зрения Лени понятно, почему он это делает. Потому что у него как бы кузница и так далее, и термичка какая-то все равно должна быть так или иначе. Ну, в любом случае, он же металл готовит. Тут еще такая ситуация, что когда мы производим нож, все должно быть в одном месте, все должно быть быстро. Когда изначально начинали мы все это делать, что-то отдавали на сторону, но у меня очень много было нервов, потому что что-то не сделали, где-то затягивали, кого-то просить, умолять, угрожать. Мне это надоело, и я понял, что надо все свое. И уже пришли к плоскошливку своему, к своей сборке, ко всему своему. Мы делаем абсолютно все. То есть металл приехал в листах, вот он в первый сек зашел, и постепенно он доходит уже до готовой продукции, до склада. Все происходит здесь, в наших стенах, никого мы не просим, ни от кого мы не зависим. У тебя вообще никого аутсорса нет, ты все сам делаешь. Да, все сам делаем. Единственное, то, что по ножнам, по ножнам, некоторые виды ножен мы заказываем. Потому что кожа еще для нас, как сказать, что-то неизведанное. Какие-то виды мы делаем, учимся, тренируемся, но часть мы заказываем в стране. Здесь у нас шлифовка и термичка. И пескоструй. И пескоструй, да. Так, а здесь, собственно, делаются клинки, уже слесарка клинков, да, полностью? А ручки здесь же? Нет, ручки в другом помещении. Обрати внимание, то, что сколько гриндеров, сколько оборудования для одного человека. То есть, когда сюда человек заходит, иногда думают, блин, сколько тебя, говорит, людей работать. Но здесь работает один человек, универсал, профессионал своего дела. И для того, чтобы сэкономить наше время и чтобы было более удобно, здесь, допустим, это точило, это грубая обдирка. Есть гриндер, даже два гриндера. Полировка и предварительная взрезка. То есть, видишь, куча станков, чтобы не переставлять, не перенастраивать оборудование, чтобы было это максимально удобно, максимально качественно. У нас вот такое количество оборудования собрано в одном месте. А расскажи про гриндера, потому что они вот сейчас настроены нестандартно, скажем так, да. Но здесь, понятно, для контуровки, да, это сделано? Даже не для контуровки, это сделано для долов. А, под долы, да? Да. А вот, который стоит? Это горизонтальный гриндер. Горизонтально? Горизонтальный гриндер, и он для нас более удобен. Это редко, наверное, кто так шлифует. Это прямо слесарка клинка вот так происходит, да? Да, именно так оно происходит по-интересному. На руках без каких-то приспособлений, да? Без каких-то приспособлений, да. Но это все связано с тем, что человек, который шлифует, он профессионал. Изначально, конечно, для человека, который только начинает шлифовать, это очень сложно. Но для человека, который шлифует такое количество клинков, мы производим тоже огромное количество клинков на сторону. То есть у нас без проблем заказывают какие-то у нас, ну, наверное, ты видел, на выставку очень много ножей с моими клинками, да? Вообще, сама идея, мы не могли бы сделать как? Делать только для себя и не для кого другого. Ну, есть Windows, да? Программное обеспечение. Они как сделали? Продают всем, и когда ты включаешь компьютер, там написано Windows. То есть здесь то же самое, мы сделали себе рекламу таким образом, что... Твой логотип все равно... Логотип, да, присутствует на многих ножах других производителей. То есть идут, видишь на выставке, например, ножи красивые, и присматриваешь, что там стоит мое клеймо. Мы тоже, ну, как бы, вот, сама идея-то была с Windows. А там у тебя термичка же? Да, самое главное термичка – это сердце, сердце, как бы, любого ножевого производства. Вот несколько печей. Это основная печь, это печь высокотемпературная, которая достигает температур 1650 градусов. Она нужна для закалки быстрорезов, потому что некоторые быстрорезы требуют температуру 1260 градусов. Вот, печь большая. Вот в печи мы закаливаем топоры, какие-то отпуски производим. Это отпускная печь. И еще запасная печь. Не дай бог, если что-то у нас случится, что-то сломается, у нас есть всегда в запасе печь. Вот это очень интересное приспособление. Очень интересное. Изначально лени – это двигатель прогресса, да? Когда я столкнулся с закалкой порошков, порошковых стали, они требуют охлаждения в плитах, то есть, ну, между двух металлических пластин, для того, чтобы максимально, ну, то есть, ускорить процесс остывания. Ну, сначала у меня была такая вот большая плита, я качался, мне приходило, закалишь парки. У меня руки болели, плечи болели. А сейчас вот так вот положил, накрыл. Ну, тут наши топоры тоже сейчас. У нас печь разогревается до 1000, будет до 1000, ворот, 850 градусов, и будет закалка. Обязательно твердомер у нас. Поверочные пластины для того, чтобы перед каждым замером мы делаем контрольный укол, посмотреть, что у нас твердомер не врет, и померили твердость. Дальше в работу мы все отпустили. Азот ты так же используешь, да? Азот обязательно, да. Я, конечно, не буду сейчас рисовать все диаграммы железоуглерода, для чего закалывать, но азот необходим для всех порошковых сталей, да и вообще не для порошковых, для хромистых сталей. Остаточный австанит мы убираем, излишнюю хрупкость, придаем дополнительную твердость, то есть не набирает многие стали без азота тех показателей, которые необходимы. Вот масло, это закалка углеродица, стали топоров, вот у нас находится емкость масла, вентиляция обязательно очень хорошая. Ну, после того, как все у нас мы закалили, отшлифовали, мы все это, наши клинки, протравливаем, проявляем рисунок и отдаем на сборку. Кстати, вот забыл рассказать про интересную штуку. Тоже в процессе используется, это пресс механический, на котором мы рубим металлы. А это все на выброс? Ну, это, допустим, мы собираем какие-то пакеты, да? Это всякие нержавейки, ламинаты, это так, это мусор. Ну, как бы да, но что-то мы собираем здесь на мукуме, нарубаем, это такая интересная штука. Кстати, я покажу, очень мне нравится. Он мне попался на глазах, завод банкротился, и мы его тут приобрели. Представляешь, вот вообще класс. Листовой металл приходит тоже на Якуту или куда-то без проблем, там кузнецы все нарубают, полоски. Классно. Обалденно. Вообще офигенно, ага. Ну, это стоматология наша. Сейчас ты, наверное, почувствовал запах, да? Это финальная стадия, здесь происходит сборка. Так, ну, у нас здесь два гриндера стоит, на которых происходит обточка. Два гриндера. Здесь уже ручки, да, делаются? Да, куча вот этих вот начерков, куча точил, и фрезерный станок для подгонки больстеров. Происходит пропил, подгонка, клинка. Ну, вот два художника, это те люди, которые доводят, как бы, нож до того вида, который мы уже видим. То есть, кузнецы, они сковали вроде железку, да, там она, брусок, какая-то херня валяется, ну, что метлоломие взяли, что у кузнеца взяли, все одно и то же. А здесь уже происходит финальная стадия производства ножа. А сборка ножа здесь же, да, сколько? Здесь вентиляция, пила ленточная. Это минимальное количество оборудования, которое необходимо для производства ножей. Конечно, многие производители используют ЧПУ-станки, но у нас ножи эксклюзивные. Каждый нож неповторим, отличается от других. Мы отличаемся нашими формами, и поэтому самая главная ценность – это не оборудование, а люди. То есть, только в людях. Здесь, кстати, также проходит доточка. Это профиль. Я смотрю, профиль скучает одиноко на огромном столе. Он не скучает. Просто мы все убрали к вашим приезду. А, прибрались. Да, я убрал алмазы, убрал все ножи. Здесь происходит заточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, собственно, мы на слайде уже готовой продукции, да? Да. Это склад и готовой продукции, и здесь и материалы у нас хранятся. Это Эронвуд, зубы мамматы, бивни. На этих полках у нас находятся готовые ножи, чехлы. Кстати, вот это наши чехлы, это наше производство. Они имеют такой логотип. А я, кстати, не видел, где вы делаете кожу. Здесь же где-то? Нет, кожу мы делаем в другом месте. У нас производство топорища находится в другом месте. Делают мы, чем топоры. У нас там небольшая мастерская организована в доме, в подвале. Потому что было принято решение, что в одном месте слишком много всего не очень удобно. И мы производство делали отдельное. То есть человеку приходится, он на работу еще у нас на одной работе. Он приходит с работы и в свободное время спустился, поделал топорич, опять поднялся, поел, повалился, опять делал. А, ну то есть, это, грубо говоря, вот он там живет, и у него там же мастерская. Да, и то же самое с кожей. Это делает девочка у нас, шьет эти ножны. То есть тоже мастерская находится дома. То есть, как у нее есть в свободное время, она делает, шьет и раскрашивает. Там же мастерская там находится. Такое количество мукумена ножа. Человек покупает нож. Да-да, капец. Начинаешь считать, если мукумой будет полторы, полторы, то мукумой мы делаем сантиметр. Да, там не 5 миллиметров, а сантиметр. Представляешь, вот просто одного мукумой можно было продать рублей на 7. Вот здесь вот, кому-то там на сторону. То есть, вот за небольшую стоимость относительно. Потому что мы сами все производим, и мы как производители можем ту цену ставить, которую нам выгнать. То есть, потому что все это наше. Так, ну и по материалам тоже, да, какой-то относительно небольшой запас? Ну, вот именно на ваши ножи тоже. Это, да, это небольшой запас. Здесь карбон, кстати, я тебе рассказал. Это вот тот самый, да? Да. Карбон, Эронвуд, Карельская береза, Палисандр. Вот такие интересные тоже. А что сейчас с металлом вообще у тебя? Сейчас же проблемы с металлом, с нормальным? Вот я тебе покажу. Вот я сейчас просто так достану. Вот смотри, листы. Я тебе покажу листы. На каждом складе у нас огромное количество металлов запасено. Это у нас Elmax S90V. Что у нас там есть? Катрис 90, PM53. Ну, это запасы, это остатки былой роскоши? Нет, нет, нет. Нет, это все контрабанда едет. Параллельный импорт сейчас принято называть. Параллельный импорт, да. На каждом складе я сейчас могу тебе показать интересам. У меня на одном складе у нас 690, на другом Катрис 90, 10 нержавеющий, то есть металл, ну, на несколько лет вперед у нас запасено. Это я привык деньги хранить не в деньгах, а в металлах и в материалах. Ну, да, как бы. Потому что мы на несколько миллионов сейчас купили, да, порошковых стали. Была возможность. Мы купили, все это лежит. Оно как бы с годами, и курс сейчас меняется. То есть даже изначально ехал, когда у нас кот... Нет, Elmax S90V ехал по одной цене. Пока он ехал, курс сейчас вырос, уже по другой. Уже по другой, да. Да. То есть мы запастись, два года даже не вникая будем работать. Сейчас, ну, все равно, сейчас что-то будет появляться, будем все равно покупать и на склад, на склад. Ну, да, согласен. Лень, ну, собственно, мы наконец-то добрались до твоих красивых ножей. Давай немножко поговорим про них. Про твои основные модели, наверное, про те ножи, через которые тебя больше всего узнают. Ну, меня узнают, как я говорил, уже по ламинатам и по форме рукояти. Ламинаты все необычные. То есть, такие сочетания материалов. Интересно, это медь, никель, нержавеющий, дамаск. Каждый нож, он имеет определенный рисунок, не похожий на другой. То есть, вот они лежат и два одинаковых ножа с одинаковым рисунком мы не найдем. Также мы очень любим делать различные поднутрения, граньки, всякие, ну, такие вещи, которые никто не делает. Изо всех сил пытаемся видеть. Ну, вот, самый, наверное, самоузнаваемая модель, самая любимая, это вот модель номер один. Смотрит, это рукает такой. Нет, наверное, ни у кого. Как называется? Так, модель номер один, так и называется? мы не стали придумывать всякие названия, какие-то там, рыси, грибники, или что-то. Бурундуки там, Они у тебя просто по номерам, все там, один, два, три, четыре, пять. Да. Это изначально так задумался, но потом мы стали делать ножи и поняли то, что не хочется повторяться и все ножи разные, мы разные материалы используем, разные формы рукояти. Вообще, нравится экспериментировать, очень нравится. изначально хотел сделать там 10, 15, 20 ножей, но нет, так у меня не получается. Модели ты имеешь, да, как модельного ряда? Так, давай, мы с тобой поговорили про номер один нож. Да, это первая модель, которую мы сделали, она самая, наверное, узнаваемая. И потом стали делать ножи разные, то есть, вот, какой-то, знаешь, вот даже интересная модель, вот, вот, посмотри, с внутренним, то есть, мы делаем, многие коллекционеры хотят что-то новое, потому что очень много людей, которые, например, заказали нож, второй, третий, они постоянно требуют от нас что-то новинки, что-то новое, что-то интересное, сочетание материалов, всегда, необычное, то есть, приехал сейчас вот, такой карбон, вот такой карбон, тоже рукоять новую, то есть, это новая модель, изготовили там их, буквально 10 ножей, они пошли, вот эти модели, очень интересные, то, что они достаточно массивные, тяжелые, тебе понравились. Подожди, я запутался, давай по порядку, значит, смотри, вот у нас есть первая модель, с которой все началось, дальше, у тебя все равно же как-то по моделям идет, вот, я смотрю, у тебя там одна модель, да, она где-то у тебя может быть, видоизменяется, периодически, но модель-то одна и та же, вот с этим клинком, какой-то охотничий нож, вот здесь же он же, тот же клинок, просто рукоятки отличаются, вот, давай мы как-то в модельном ряду, для начала попробуем остаться. У нас такого нет, у нас есть, есть, клинки, да, вот, скинер, ты правильно, ты видел, то, что у нас есть скинер, они похожи, но, тоже, время, вот, клинки у нас одни и те же, ну, там их там 15, там 20 видов клинков, а рукояти всегда мы изменяем, мы экспериментируем, с материалами у нас нету постоянства, вот, захотели мы такое сочетание сделать, да, вот, захотели мы такой получить нож, интересное же сочетание, да, давай тогда поговорим, наверное, чтобы было попроще, про основные виды клинков, которые ты используешь, ну, основные виды клинков, это, самое, на то, что я делаю упор, и то, что меня отличает от других, это, порошковая сталь, какая-то в центре, а в обкладках нержавеющий дамаск, это, то, это моя фишка, то, что я делаю ламинаты, из порошковых стали, в нерждамаске, формы клинков, давай, 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 я буду помогать, давай, вот, скинер, да, у нас есть, вот он, пожалуйста, давай немножко расскажем, про модель, саму вот эту, ну, скинер, это очень популярная модель, особенно, охотников, они у нас бывают, либо спуски от обуха, либо три четверти, вот так вот это все выглядит, все это чисто, такой охотничий нож, да, в первую очередь, ну, как охотничий, наверное, уже коллекционный нож, вот у тебя, с белой рукояти нож, я не сомневаюсь, что с таким материалом, с такой резьбой, кто-то возьмет его на охоту, на полочку, да, на полочку, это удачная форма, очень красивый нож, он и глаз радует своей формой, и в то же время, он рабочий нож, и, а как у тебя происходит заказ ножей? У нас есть сайт, в котором есть фотографии ножей, которые в наличии? Нет, которые не в наличии, которые мы изготавливали, которые нам очень понравились, которые больше людям понравились, то есть мы экспериментируем, например, вот эта линейка ножей пошла, вот нас не было до этого ножей, мы их попробовали, сейчас посмотрим, как она будет продаваться, отзывы людей, послушаем то, что нам скажут на выставке, про эти ножи, если эта модель зайдет, то мы ее разместим на сайте, и ее можно, она будет доступна в заказе, то есть мы будем производить. Но при этом она будет как-то изменяться, да, постоянно, там, ручка, металл, что-то еще, или все-таки это вот будет модель, как вот первая, допустим, и вот они вот такие пошли? Она будет изменяться, то есть мы первую модель выкладывали, и первые сочетания выкладывали материалов, потом мы от этого отошли, то есть мы всегда пытаемся улучшить, улучшить качество, улучшить материалы, используемые для рукояти. Расскажи про кухню. Кухня это ламинат, S90V в центре, обкладка здесь нержавеющий дамаск, очень удобная эргономичная рукоять, интересное тоже сочетание материалов, это мукуме, бивень, карельский берез цибилизированный, попробуй, как она в руке сидит. Просто ты так это смел, не сломать только. Ну хорошо сидит. Но мне знаешь, меня маленький нож привлек, потому что это все-таки в японской стилистике сделано, да, и это, ну как бы такая, более-менее понятная тема. А вот маленький, в таком стиле, сантоку, вот такое ты нечасто встретишь. Ну это популярная модель, сделали три набора, попытались мы эти наборы повести на выставку, выставили один набор, его сразу купили, на следующий день выставили еще один набор, его купили, и я понимаю, что набор не будем вставлять, я надеюсь, что он доедет до выставки, хотя бы что-то там показали. Пощупали, потрогали, оценили сведения, какие мы сведения делаем, то есть клинки на сук отшлифованы уже практически, ну или обрати внимание, какое сведение. Я обратил внимание, да, я также обратил внимание, что они не заточены, это просто еще готовится к выставке, потом все точить, да, еще выраж. Точить я буду ночью, все уйдут, то есть у меня рабочий день, как это происходит, я с утра пришел, сразу планерка, мы определяем, что нам надо для производства, я что-то подзакупил, какие-то расходники, что-то мы подчинили, там если не дай бог, что-то вышло из строя, и в процессе рабочего дня, там кузница, ковка, и когда все уходят, я ночью остаюсь вечером, и каждый нож я осматриваю, точу его, ножны к нему подбираю, все это приготовлю, укладываю на полочку. Вся такая медитация происходит? Да. Я очень хочу поговорить про маленькие ножи, но здесь, где прилично это что-то? У тебя есть что-то, что-то неприличное? У нас все прилично. Вот, да. Вот, ребят, такие ножи, это был хит в Краснодаре. Ну, вообще хит, наверное, наш хит. Ну, ты первый раз их, по-моему, в Краснодаре привез мелкие? Наверное, да. Вот. Ну, и кто помнит, я подхожу, говорю, Леня, это бомбически, просто ножи. Он говорит, да, ну, говорит, что-то маленькие, какие-то непонятные, и в первый день открытия эти ножи у Леня все забрали. Ну, вот, офигенный. Он легкий, он удобный, прям, очень-очень приятный ножичек. Сейчас вы их уже стабильно, да, выпускаете? На клинок, на это так же, да, ты их повезешь, на 5 количествах? На клинок, готовительные ножи. Название есть код? Никаких названий. Нож городской, мы их сделали, вообще первый нож мы сделали маленький, а потом, насколько нам это понравилось, тема, что мы и стали их пробовать в разных сочетаниях, в разной форме рукояти, спуски по-разному, то есть, вот, за тебя тоже, за другой рукояти, с рекурвой, который тебе так не нравится. Ну, рекурва, как-то, не знаю. Ну, это дорого-богато. Вообще, смысл этого ножа, то, что мы не делаем складные ножи, у меня самого на кармане складной ножи Чебуркова, это, вот, любимый производитель, складных ножей, Александр Иванович, это человек, который украсит наш Павлу, это такой ведущий ножедел. Александр Иванович, конечно. Да, не только Павлу, но и России. Да и не только Россия, ты вспомнишь, сколько в Тьерре он там побеждал. и смысл вообще, этого ножа, то, что человек мог бы взять этот нож с собой. То есть, складной нож, да, понятно, удобно. Охотничий нож, такого размера, тоже с собой его не будешь носить, а маленький ножик висит вот здесь, вот, в небольшом чехле, очень удобно, и не занимает много места. Вот смысл вообще этого ножа был, потому что городской нож мы его назвали. Нож шикарный вообще получился. Люди убрали, в Москве это очень много людей оценило, приходят на выставку, у них там висит нож, его не видно, как складной нож практически. Ну, здорово. А, так, ну что, про малыши поговорим? У тебя есть пчак? У нас кухонная линейка большая, ножи, но, ну, не всегда мы можем все показать. Такой, прям, серьезный пчак-то. Пчак-пчак. А что по деревяшкам ты используешь на рукоятках? Ну, стабилизированная древесина, это карельская береза, граб стабилизированный, очень много идет у нас таких материалов, как эронвуд. А ты его еще откуда-то скажешь, так же, как металл? Ну, проблем нету с ним, с покупкой, и он без проблем приезжает, то есть у нас это увидено на складе, сколько сейчас 100 брусков нам едят из Америки, параллельный импорт, так называемый. Да, какобол используем, гренадил очень много используем, карбон, очень такая интересная тема с карбоном, это наши производители, тоже, кстати, карбон производится в Павлове, тоже пользуюсь возможностью порекламирую ребят, можно посмотреть, карбон здесь производится. Это вот этот, да, карбон? Да. Ну, да, такой симпатичный карбончик. Либо классический карбон, тоже используемый, крупное волокно, одно из самых любимых. Давай поговорим про твои формы рукояток, с чем связаны вот такие вот, ну, прям нестандартные вещи, угловатости какие-то и так далее. Почему круглых-то рукояток все меньше и меньше? Круглые рукояти делают все, их делают очень просто. Вот, закатать, вот как катает ворсма, мы могли бы сотен их делать, там, особо, понимаешь, вот ее овальную сделала, и просто она закаталась и не видно. Здесь, понимаешь, все эти граньки, все эти поднутрения, очень сложно все это сделать. Она очень удобная рукоять. Удобно? Очень удобная, то есть, вот эти вот угловатости, хотя, казалось бы, что один дом, когда мы первые сделали рукоятки, мы поняли, то, что это будет наша фишка, благодаря нашим сборщикам, благодаря человеку, который пришел в нашу фирму, это Алексей, это человек, который виртуоз, потом еще у нас ребята тоже подтянулись, мы стали делать это, и это является нашей визитной карточкой, это вот рукояти. Здесь отдельно стоит отметить, то, что рукоятки хоть и угловатые, но когда ты в руку берешь, нож офигенно в руку ложится. Я, когда первый раз увидел, я подхожу, такой смотрю, думаю, ну это же неудобно. Ну, то есть, углы вот эти, вот наоборот, стараемся всегда что-то слезать, да, чтобы как-то было. А в руку берешь, и он прям такой вот, пожалуйста, такой как. Очень хорошие ручки, очень удобные. Ну, и внешний вид у них, эффектный внешний вид. Они выделяются однозначно, то есть, это не так, как у всех. Вот, давай про вот этот ламинат, это только что тебе принесли клинок, это эксперимент, да, какой-то первый? Нет, это не то, что эксперимент. Сейчас мы двигаемся дальше, мы достигли определенных высот в нержавеющих дамасках и в ламинатах с порошковой стали. Сейчас мы делаем ламинат из нержавеющих стали с использованием цветных металлов. Это медь и LMAX 95Х18. То есть, вот мы в центре металл взяли LMAX, обкладки сковали из 95Х18 меди. Это очень эффектно смотрится, очень необычно. Вот, и все клинки, которые мы производим, очень сложно изготавливать. такой процесс интересный. Казалось бы, можно было делать нержавеющий дамаск и все. То есть, сковали нержавеющий дамаск, сделали нож. Ну да. Ну, это как-то банально, неинтересно. Мы стали делать, еще брать какую-то серьезную порошковую железку, вставлять ее в центр. Николай, то есть, это какая-то ошибка, там, недогрели, перегрели, неправильное, нарушение процесса ведет к неизбежному браку. То есть, казалось бы, зачем нам это делать? Сделали нержавеющий дамаск и сделали. И попробую еще скую, чуть-чуть неровно, попробую, вот, например, вот, если мы берем клинок, он может быть и здесь у нас открыться одинаково, и здесь. Это очень сложно получить. То есть, многие спрашивают, для чего тебе это надо? Ну, не знаю, я настолько люблю свое дело, настолько люблю кузницу, и получаю огромное удовольствие, когда делаю ножи, которые, радуют глаз, которые я показываю свое мастерство. И каждый нож для меня очень дорог. Вот эти ножи лежат, я бы их, честно, не продавал бы. Просто я получаю удовольствие вот от этих ножей. Беру этот нож, я даже могу трогать, ходить с ним, повесить. И он на пояс, ну, какой-то из этих ножей на ход поехать. И не хочу с этим расставаться, с каждым из этих ножей. Ну, сколько же здесь страдания то в ручке, Прямо человек, который, который сталкивался с работой с зубом. Он знает, что это такое, что как его надо просверлить, как его обработают. Просто безумие. Надо иметь такое огромное терпение. Это жесть. Чтобы сделать рукоять и зуб. Это сквозной монтаж. Еще надо все это стянуть таким образом, чтобы это все не лопнуло, чтобы без щелей было. Это просто капец. Но на самом деле, ребят, я хочу эту вещь проговорить важную. Если вы покупаете нож, где присутствует бивень или звук мамонта, ну, какая-то кость, какой-то материал живой, но надо быть готовым к тому, что это все-таки это живой материал. Он может где-то там играть, могут какие-то трещины пойти и так далее. Но от этого никуда не уйти. Поэтому, если уж такие ножи берете, ну, просто вы должны отдавать себе отчет в этом. Если, допустим, есть сталь, ну, допустим, не знаю, там, CPM-3V, там, тоненькая, 2,5 мм, тебе нужно сделать клинок 4 мм. Ее можно закатать в Ниждамасс какой-нибудь, да, и вот у тебя там на кромку выйдет CPM-ка. Это будет дороже стоить, чем покупать 4-х миллиметровую тревишку? Или нет? Конечно, дороже, потому что здесь сама работа очень сложная. И трудоемкая. Поэтому дороже. Но есть самый главный плюс, то, что имея небольшое количество металла, как я использую, например, беру небольшой кусочек, нарежу часть у нас выходит CPM-ка, а в обкладках может сказать дешевый лом. Там какие-то пищевая нержавейка, 40, а 13, то, что это все доступно, оно есть на базах в огромных количествах и стоит небольших денег. Но нарежу часть у CPM-ка. Субтитры 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 уже из Павлова в Москву мы на клинке находимся. Нам тут выделили даже специально гримерку, чтобы мы поснимали. Лень, давай похвастайся, что сегодня произошло? Ну, произошло вчера, были конкурсы и испытания клинковых изделий, было выставлено два ножа моего производства, это два ламинированных ножа, это CPM-125 Rex и CPM-S90V. И оба ножа заняли первое место, причем один нож побил абсолютный рекорд, 43 балла, 42 балла был рекорд, сколько-то лет он держался, я не знаю точно, и мы этот рекорд побили вчера. То есть вообще рекорд за все-все-все клинки? За все выставки, да. За 23 года или сколько там клинков? Как мне Леонид объяснил, наш общий друг, то, что это за все испытания побит рекорд. Я тебя категорически поздравляю, тебе даже специальный диплом пообещали. Да, специальный диплом пообещали. Здорово, а ты вообще ножами давно занимаешься? Сколько ты их делаешь? Ножи я делаю недолго, не такой большой период времени, это, наверное, боюсь, соврестно, 16-18 года. Я стал делать клинки, а ножи делаем, прям готовые ножи три года. В 23 года у меня была своя кузница, я арендовал свое первое помещение, даже 22 года было. 22 года у меня было, и я понял, что на кого-то работать, смысла нет, в плане фантазии, было очень много проектов, которые хотел я реализовать, и уйдя, арендуя свое помещение, я стал приносить какие-то ношенства, кузнечные приемы новые свои. Но ты делал так же художку сначала, да? делал свою художку, потом наступил момент, то, что я стал читать, мне попала случайно статья про булат, я стал пробовать плавить металлы, располагал гвозди, монетки, напильники, просто узор хотел, да? хотел получить узор, отковывал пластины, потом стал увлекаться термообработкой, то есть отковать металл это одно, надо еще правильно оттермичить, стал изучать термообработку и постепенно стал вникать в другие способы как бы ковки, стал вникать в ножи, смотреть, изучать складные ножи, фиксы, понял то, что это непочатый край, стал делать ламинаты, потом мозаичные дамаски, обычные дамаски, то есть создавал и придумал новые узоры, то есть вот очень мне нравилось, меня это затянуло, когда наступил момент, то, что я делал клинки, стал их продавать, эти клинки всем ножеделам, ну и как мы сейчас и продаем, производим металл, ну, идя по выставке, я вижу то, что мне хотелось бы видеть другие ножи с моими клинками, более интересные, то есть клинок интересный, необычный, и хотелось бы, чтобы ручка была тоже необычной, интересной, нож вообще, он складывается из мелочей, клинок, ручка, больстер, пины, трубочки, и стал свои изготавливать, я виду мукуме, нержавеющий мукуме, сметь, никель, с мельхиором, стал экспериментировать, сейчас мы продолжаем дальше развиваться, экспериментируем, клинки делаем с титаном, сейчас, в ближайшее время, это уже можно анонсировать, что в ближайшее время мы будем делать клиночки, будут быстрорезы, в обхватах которых будет нержавеющая сталь и титан, то есть уже первые образцы мы получили, получили также образцы с нержавеющими сталями и с медью, то есть постоянно пытаемся совершенствоваться и экспериментировать. А кто дизайном занимается ножей твоих? Большинство моделей придумал Алексей, у меня есть товарищ, да, я бы не сказал, что там у нас в фирме то, что какие-то у меня работники или какие-то сотрудники, мы все очень близкие друзья, то есть это те люди, которые увлечены одной общей идеей, и у меня Алексей, Алексей Баринов, он очень хороший дизайнер, художник, заканчивал училище художественным техникум, он очень многие модели нарисовал. Ручки также изначально в дизайне, да, рисуются? Да, конечно, прежде чем изготовить нож, рисуется этот нож, делается прототип, потом мы его пробуем, ну, то есть как он в руке сидит, смотрим визуально, как он смотрится уже в готовом изделии, где-то какие-то изменения мы вносим, ну, очень часто ножи, получается у нас новые модели путем, как это назвать, то есть мы делаем определенную модель, у нас что-то идет не по плану, какая-то либо трещина в деревяшке, там, либо что-то накосячили, начинаете исправлять, начинаем исправлять, получается охеренная интересная модель, новая, новая, прям смотришь на нее и люди говорят, а как вы такое придумали, мы говорим, ну, очень долго думали, это самое интересное, то есть вот из косяков получается самый великолепный результат. Ну, это, кстати, я о многих уже делов такое услышал. А на заказ делаете? Да, на заказ обязательно делаем. По своим дизайнам или человек прям тебе дизайн может прислать на жалоб? Человек, да, может прислать дизайн, мы берем заказ, уже интересно это, воплотить желание заказчиков делаем и ламинаты, очень часто мы делаем, говорят, вот я хочу, например, сделать мне клинок, в центре будет Элмакс, там в обкладке Мукуме и нержавеющий домас, то есть кажется, как будто вот это все дико, ну, дикость такая, а делаешь и думаешь, как классно все-таки получилось. А ручки тоже, ручка заказчика может быть любая, какую нарисовала? Да, да, мы делаем практически любые рукавицы. Лень, у твоих коллег в соседнем городе, да, в Орсме, часто возникает проблема с кадрами. Что происходит у тебя, что происходит в Павлово? с этим? Ладно, я начну про Павлова в целом и у тебя конкретно. Ну, проблем с кадрами у нас нету на данный момент. Команда, горе, сформировалась и все пока очень хорошо. Конечно, ты тут, фу, чтоб не сглазить, ну, все хорошо у нас с кадрами и молодое поколение подрастает, который очень заинтересован в ножах, то есть мы были, видели, парень работал на плоскошельфованный станки, но такие вещи он думает, он прям больной-больной человек, тоже ножами рисует, даст свой какой-то эскиз, мы его делаем, то есть шлифовщики за голову хватаются, но когда смотришь, думаешь, блин, вот здесь чуть добавить, здесь доработать, ну, прекрасная работа получится. А какой у тебя любимый нож вот из твоих? Есть какая-то модель? Там самое интересное, то, что есть, например, у меня любимый нож, вот он у меня любимый, любимый, я говорю, вот этот нож самый классный, проходит какое-то время, я его разлюблю, а у меня остается другой любимый нож. Другой, да. Потом проходит время, опять другое, или там опять возвращаясь к тому же ножу, который был любимый. Хорошо, тогда не из твоих ножей. Ну, не из моих ножей, это Александр Иванович? Да, Александр Иванович Бурков, этот нож подарил мне на 23 февраля, мы очень близко с ним дружим, знакомы, я с ним второй, наверное, десяток, второе десятилетие, я еще не занимался ножами, не был, вообще далек был от ножей, занимался художной ковкой, мы с ним познакомились, я тоже служил в ВДВ, познакомились мы, наверное, на день ВДВ с ним впервые. Ну, очень мне нравится человек, как относится к своей работе, как вообще этот нож берешь и это пример для подражания. Ну, да, Александр Иванович, конечно, мастер с большой буквы, безусловно. А если про фиксы говорить, есть какой-то любимый нож, не из твоих? Хаттори, один из ножей Хаттори, я не могу точно сказать, какое название, Хантер или как тот, очень хороший нож, я видел его в оригинале, посмотрел, очень мне нравится этот мастер. А чем ты вообще занимаешься, кроме ножей? Какие у тебя хобби, чем ты увлекаешься? Ну, я знаю, ты часы коллекционируешь, например. Да, я люблю часы, есть у меня там несколько десятков часов, ну, это не основной мой хобби, я люблю очень охотой заниматься, охота это моя болезнь, я каждую неделю практически пока охота открыта, езжу на охоту, то есть это кабан, лось, медведь, очень часто я езжу куда-то далеко, это Белоруссия, летал в Казахстан на охоту на глухаря, ну, это моя душная, и очень мне нравится брать свои ножи, прототипы, давать охотникам, особенно ягеряне, все уже такие люди, которые извращенно, они уже видели все, наверное, всех лучших производителей, там охотники приезжают, и японские, и американские ножи, и им есть чем сравнить, как металл, то есть угол заточки, попробовать, как работает форма рукояти, материалы, потестировать важно, потестировать поле. А охота, это у тебя именно с точки зрения, вот, ножей твоих, или с точки зрения оружия, это огнестрельное оружие? Огнестрельное оружие, я очень люблю огнестрельное оружие, служил, я очень интересная часть в разведке, было, ну, огромное количество оружия стреляли из ППШ, из ППС, из СВД, ВАЛ, ВСС, то есть, различные виды оружия были, печенек, то есть, все-все-все было, вот, например, от Великой Отечественной войны, и до самых последних образцов оружия, когда пришел с армии, дико, это все не хватало, мне хотелось стрелять, там, я куда-то в тир ездил, потом купил первое ружье свое, и увлекся охотой, то есть, это, это еще до ножеделания, да, получается? Это был до ножеделания, да. У тебя сейчас какие, есть какие-то дополнительные потребности в кузнице, чтобы там дальше развиваться, новое оборудование покупать, и так далее? Мы постоянно покупаем что-то новое, каждый год, каждый год даже вы были, видели, вот разгружали, да, фрезерный станок, пресс гидравлический, сейчас надо приобрести хороший, просто подобрать хороший пресс, пытаясь найти, но пока ничего хорошего, я не могу найти в хорошем состоянии, то есть, идей настолько много, что оборудование надо много для этих идей. Все, Леонид, спасибо тебе большое, я тебя выдернул со стенда на клинке прямо, так что... Вам спасибо, я рад отдохнуть, потому что количество народа мне уже... Ну, я тоже немножко ушел до этого, выдохнуть. Ребят, Леонид Васильев, пожалуйста, шикарные ножи, шикарные ламинаты, на клинке рекомендую посещать стенд, а ты пускаешь людей на производстве, кто-нибудь приедет, допустим, на экскурсию? Да, люди приезжают очень часто, мы не скрываем многие моменты, то есть, я показываю, многие кузнецы приезжают ко мне с Якутии, с Якутской прилетали ребята-кузнецы, с удовольствием поделюсь, и турмастерство, как бы, надо сообща, продвигать кузнечное дело, делать лучше ножи, то есть, без проблем, приезжайте всех, я вас приглашаю. Супер, спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, заканчиваем мы от ролика, собственно, на фоне Павловского моста, опять же, мы рассказывали это в нашем первом ролике из Павлова, все-таки посмотрите, если не смотрели, там у нас был Александр Иванович Чебурков, Бирюков, Марушин, Ульданов, сегодня был Леня, был Леня Васильев, я не знаю, ребята, как вам, мне, во-первых, мне очень импонирует Леня вообще, как человек, сам по себе, мне очень нравится его подход к производству, с точки зрения кузнец, он такой классный кузнец, просто классный дядька на самом деле, который делает отличные ламинаты, он работает со сталью, ему это нравится, ему это интересно, видно, что человек это делает не ради денег, а вот у него душа прямо вся, вот в этих своих ламинатиках, макумешечках, мне прям очень импонирует вся эта история, ну и ножи, ножи у Лени, ну, шикарные, на мой взгляд, вот эти вот ручки, которые кажутся неудобными, ты в руку берешь, блин, ну, невозможно, почему, вот вроде как бы грань, это должно быть неудобно, а оно классно сидит в руке, ножи, ну, прям красавчик, я не знаю, я надеюсь, вам тоже это все понравилось, поддержите, пожалуйста, лайком, мы, естественно, все ссылки на Леню оставим, хотя он не сильно интернетовский парень, но все, что есть, мы оставим, приходите на выставки поддержать Леню, он не так часто ездит по клинкам, ну, по крайней мере, на московском клинке он всегда присутствует, возможно, он приедет к нам в Екатеринбург, мы очень постараемся его к нам притащить, но мы хотим, чтобы у нас ребята на Урале познакомились лично с этим замечательным мастером, не все могут там в Москву ту же самую поехать, на этом все, какие вы хотите, чтобы мы посетили следующие города, мастеров, пишите в комментариях, всем пока, до встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok